Так, и вот меня спрашивают, сегодня Соловей в эфире, Валерий Соловей на 30 минуте 43 секунды говорил, что Мальц сыграл провокационную роль по неволе, бессознательно, если не трудно, расскажите в эфире свое мнение об этом. Ну, я знаю, что Соловей ко мне нормально относится, я к нему тоже нормально, и, конечно, он не может, он умный человек, но он не может знать, что я делал сознательно, а что бессознательно, согласитесь. Я всегда отдавал отчет своим действиям, всегда отдавал. Я сознательно опускал Путина ниже Плинтуса, сознательно бил в лоб, ну, это мой метод, почему я это делал, почему я троллил сознательно Путина, запугивал его, и мне, кстати, это очень хорошо удалось. Ну, я вызывал огонь на себя, я хотел продемонстрировать людям, что не так это страшно бороться с Путиным, да, чтобы победить в этих людях синдром 37-го года. Я все время повышал градус борьбы, почему многие-то и зассали, почему многие отпрыгивали, говорили, что там, как вы помните в том стихе, там, не жалейте огня, да, именно поэтому. Потому что я боролся с синдромом 37-го года, который включает не только рабский страх, а он еще включает в себя признание божественности и непогрешимости Кесаря. Вот чтобы Кесарь не был божественным и непогрешимым, его надо было публично оттрахать, что я, собственно, и сделал, в самой извращенной форме, понимаете? Поэтому, как можно по-иному урыть Путина? Вот вы мне скажите, невозможно его без опускания урыть. В России он живой бог, какого-то живого бога, надо трахнуть сам. Так что, опускание Путина – это моя сознательная стратегия. А 5-й, 11-й, 17-й – это часть моей тактики. Только часть тактики. 5-й, 11-й, 17-й – это не стратегия. Поэтому, вот такие дела. Почему вы с Гозманом не соратники? Гозман. Гозман, да. Ну, я что могу сказать? Я уже отвечал на этот вопрос. Ну, вот мне сказали, вот вы обещали ответить, ответили недостаточно. Ну, я же сказал, я погуглил. Гозман – соратник. И вылез, что Анатолий Чубайса. Гозман – соратник Анатолия Чубайса. Ну, с Анатолием Чубайсом мы точно не соратники. Поэтому мы и с Гозманом не соратники. Вы что думаете? Вот Гозман там о какие-то либеральной ценности причесывает и так далее. Он, вы думаете, против того, чтобы грабили русский народ, что ли? Нет. Он за то, чтобы грабили русский народ. Он против того, чтобы это делал Путин. Это принципиально. Для него важно, чтобы это делал Чубайс Анатолий, а не Путин. Понимаете? А нам-то какая разница, кто нас грабить будет? Чубайс или Путин? Он помогает. Такие люди помогают Путин народ дурить. Понимаете? Как вот этот вот Шандерович. Скомарок, который возомнился львом толстым. Что? Он против, чтобы русский народ грабили? Нет. Просто это должен делать Гусинский. Там, а не Путин, к примеру. Или там редактор этот Муратов, который берет деньги, оплачивает его генерал-лейтенант КГБ, ФСБ, Чемизов. Он что, против того, чтобы народ России грабили? Да нет. Или Латынин, который там на Собянина работает, да? Нет, конечно. Представляете, вот какая-то такая рожа обслуживает интерес крупного капитала и рассказывает вам, что такие, как Путин, это плохие. Они ваши враги. А вот есть Гусинские, например, или там какие-то еще, Собянины. Они хорошие. Они ваши друзья. Вы в это верите? Вам какая разница, да? Кто вас грабит, враги или друзья? Если друзья вас грабят, вот такие друзья, значит, они самые страшные ваши враги. Вам безразлично, кто вас будет грабить. Вам главное, чтобы вас не грабить. Так что, ведь, это вот Путин, он плохой, а эти хорошие. Не питайте иллюзии. Те, кто грабит вас, они всегда плохие. Так что, вот, мне еще спросили, ну, там долго читать про сущность, вот, оппозиционности этого Гозмана и так далее. Я вот для себя специально на полях записал такую ремарку. Некоторые оппозиционеры, как горчичник, который жжет. Но в этом и заключается лечение. Главное, не передержать и вовремя снять, чтобы не было ожога. Это вот такие, как я. А другие, как грязь. Лечебные свойства сомнительны, а испачкаться можно сильно. Это вот как раз, Господи. Понимаете? Так что, выбирайте, что вам, грязь или горчичник. Я не знаю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...